здравствуйте уважаемые наши зрители сегодня мы в гостях у геннадия аркадьевича гончарова удивительного человека который несет добро в народ который старается и передает частицу своей души для вас здравствуйте уважаемый геннадий руководитель московской школы гипноза замечательный руководитель и также вы можете посетить школу гипноза и принять участие учиться учиться и учиться верно да конечно все люди пытаются развиваться для этого мы приходим в этот мир для самосовершенствования для получения определенного опыта если человек сознательно еще выбирает этот опыт это здорово потому что когда с ним что-то случается он получает этот опыт ну как бы как сложилось а когда ты знаешь что тебе надо и получаешь добиваясь поставленных целей в жизни это очень здорово вы из белоруссии с могилевской области откуда и президент лукашенко верно совершенно верно считаете что мы родились через реку в одной местности в одной реке плавали в детстве купались первый ваш дар увидела ваша бабушка у вас написано что в юном возрасте когда уже в школу пошли ли все таки это было раньше как-то раньше так сложилось силу каких-то обстоятельств я остался у бабушки наша семья довольно таки большая семья бабушки моей было 11 детей бесчисленное количество дяди и тетей а уж племянников и и тем более знать соответственно бабушка осталась одна а я к ней был очень близок и вот на семейном совете решили что она меня будет воспитывать а я буду за ней соответственно как бы присматривать так как я был самый ответственный и старший в семье то вот создалась такая очень хорошая ситуация идиллия бабушка мудрый человек знающий травница ну как прочим все люди того времени конечно она посылала меня утром на гору в которую били постоянно молнии собирать чабрец примеру обязательно надо было по россии его собирать но я думал что бабушка глупая ничего не понимает что лето каникулы у ребенка но я тогда уже первый второй третий класс ходил значит я думал ну чтобы не проснуться в 10 утра да не пойти этот чабрец собирать какая разница собственно говоря зачем надо вот в 5 утра вот по россии ходить ноги мочить проклинал судьбу говорится ну не то чтобы проклинал конечно думал что она не соображает потом много лет спустя я понял что именно так надо собирать чабрец на восходе солнца по россии когда капельки вот этой воды драгоценной жидкости вот так все это вбивалось вот эта связь с молниями просто я к чему меня это же ударила молния в детстве я умер но мой отец меня прикопал землей и разряд именно вытянула молния я тоже как бы могу лечить но я этим не занимаюсь по одной простой причине давно когда я общался джуны джуна мне говорил что не каждый человек заслуживает лечение есть люди которые но можно взять на себя грязь и потом как бы не отдать ее а так меня тоже молния ударял меня даже вот прямо сюда попало это было прежде чем я пошел в первый класс и после этого отец меня прям взял прикопал землей и земля именно разряд этот забрала вот так вот наиболее верное решение даже чисто так сказать по житейски что называется ну похожий случай был естественно меня об этом первый канал снимал целый фильм он называется дети молний меня несколько раз попадала молния или я взаимодействовал с молнией или соприкасался с ней и тоже один из случаев когда я стоял под деревом был огромный дуб он сохранился до сих пор растет у нашего дома в белоруссии я как-то даже ездил туда его снимал соответственно как ребенок я когда до этого не понимал я стал по дереву в дерево попала молния сильнейший разряд прошелся по дереву я стоял спиной прижавших дереву и видимо через себя пропустил значительную часть этого заряда короче что что у меня осталось памяти я лежу на земле у меня нет ни слуха не зрения не обоняния не с открытыми глазами но ничего не вижу и вот заряд я полежал пошел дождь видимо заряд тоже как-то ушел ну вот так вот я же тоже собственно говоря каждый год вот если я вот когда гром и молния сверкает я обязательно должен промокнуть она прям во мне живет вот до сих пор вот я вот ведь если я вот не 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 стою да вот под дождем и когда вот громыхает гром и молния если потом плохо чувство ну что самое интересное действительно реально обострилась зрение слух обоняния эти чувства сохранились до сих пор вот перед нами компьютер я могу читать вот с такого расстояния написано видео бонус то он включать себя какую-либо практическую часть это компьютер со станет чуть ли не целый метр моей сверстники на телефоне не всегда могут разглядеть цифры и говорят подожди сейчас одену очки продиктуете номер телефона но как-то даже удивительно природа сама она вот как бы метит людей потому что чем больше вот вы общались бабушка бабушка учила пироги печь я просто это наблюдал знаете у людей того поколения обучение поставлено и на по-иному ты участвуй в этом принеси помоги там замешать конечно я видел как пекут хлеб ржаной в печи русской потому что я вырос на этом и потом нарушники на белоснежные которые сами люди ткали значит выкладывали этот хлеб мы с ума мальчишками сходили от запах естественно как бы так ну эти времена уже ушли но осталась эта энергия энергия энергии того времени те образы которые к сожалению сейчас недоступны современной молодежи которые смотрят только в экран коммуникатора а ведь мы получали заряд я очень верю в то что когда вот малыш растет и он растет на природе он интегрируется в процессы которые идут природе сезонность ритмов есть определенные то есть весной он вписывается как бы летом ну там ростовой скачок у детей все расцветает сила проявляется осень немножко увядает и дети тоже как бы немного и то чтобы сжимать они как бы по-другому вот их организм реагирует зимой тоже и опять наступает весна и если ребенок растущий организм вписан вот в эти ритмы сезонные солнечные лунные он вырастет действительно замечательным человеком и очень сильным и устойчивым к различным трудностям и тогда чрезвычайно сильный стресс может только лишь встряхнуть человека но не сломает его как сейчас ломаются очень многие и начинают пить таблетки психотропные прочее то есть это вот нам повезло что мы выросли в то время и знать это нужно сохранять чтобы потом вновь вернуть дать многие люди сейчас средишь детишек вывозят на природу примеру но надо понимать зачем должна быть осознанность каждого поступка своего а как величать вашу бабушку домана афанасьевна но как няня у пушкина значит она тоже с ним возилась и воспитывала его и сказки читала точно также тем более у нас фамилия гончарова соответственно как бы говорят что все однофамильцы даже родственники и на кавказе есть музей пушкина где раз году собираются все однофамильцы там очень много людей с аристократическими с корнями и меня туда приглашают как тоже однофамильцы и человек 700 гончаровых представляете как здорово я вот видимо этой осенью туда поеду а как часто вы бываете на родине в белоруссии раз году летом чаще всего это период примерно середина июля до середины августа когда там начинается сенокос но потому что беларусь это аграрная страна и там есть по дорогам едут комбайны везут таскать машины и трактора весут значит урожай рожь там косят траву машины наполненной зерном ездят это такое ароматы вот эти вот вдыхательное зрелище и я попадаю знаете как будто какие-то 70 80-е годы опять же это родина и какая бы она ни была она питает как будто возвращаясь со свое детство и я заметил что я приезжаю обратно москву у меня светятся глаза и совершенно меняется выражение лица то есть это лучший отпуск наверное так что рекомендую не по турциям ездить не таиландом а съездить на малую родину и побыть просто окунуться в то пространство в котором мы жили выросли мы больше получим на самом деле но это такая предыстория а так вот соответственно конечно я сейчас как уже было сказано руководитель московской школы гипноза и меня есть определенная миссия я считаю что я должен делиться тем что у меня есть потому что если вселенная мне что-то дала можно назвать это даром опять же дар это результат каких-то волевых усилий я ведь в этом направлении работал и тогда что-то пришло ведь с 7 лет у меня не было другой любви не было другого хобби не было никаких других увлечений все было подчинено только саморазвитию самосовершенствование самопознанию какой-то мере самогипнозу различным техникам внушения суд действий помощи людям целительства но в какой-то мере конечно у меня есть подход специфический в конце концов есть красный диплом психолога я хотя бы получил классическое образование и поэтому и меня и научная сторона интересует эзотерики но в том числе и я понимаю что во многом тут работает психологическая составляющая психологические аспекты можно назвать психологии это та же мистика если глубоко в нее вникнуть то мы поймем что она основана на очень тонких инструментах в это ваши слова цитирую что все люди загипнотизированы а те кто таковыми не являются сильно ошибаются находясь в состоянии глубокого сна что нам вживляют различные образы стиле экрана властители кармы я потом написал значит те кто собирается продать нам какой-либо товар или услугу навевают нам определенные образы и моду формируют и так далее и человек постепенно как бы попадает под вот власть иллюзии определенных и мы как-то постепенно уходим от основных ценностей я пытаюсь несмотря на то что я дитя этого века тоже я пытаюсь изо всех сил пытаюсь удержать в своей душе или в своем сознании такие понятия как нравственность честность справедливость взаимоуважение взаимопонимание хотя иногда хочется высказать все что думаешь но я понимаю что таком случае я выпущу из себя нечто негативное и она тогда от этого сильнее станет вы оказываете помощь людям цитирую от алкогольной зависимости от табакокурения от любовной даже зависимости а также возврат долгов от меня конечно вот это вот впечатлил возврат долгов это что они приходят огромное количество людей которые дали в долг свои деньги и честно говоря им никто не возвращает я вообще не встречал людей которые бы которым вы вернули точнее было несколько исключительных случаев когда ко мне пришел при человека говорит сосед взял довольно большую сумму денег 2 миллиона рублей и у него эти деньги есть не возвращает их он даже не хочет разговаривать я говорю ну принесите мне фотографию я посмотрю там что так конечном итоге через два месяца приходит этот человек и говорит знаете ни с того ни с сего молча пришел сосед и принес деньги но если бы это было во всех случаях господи сколько денег люди дают своим друзьям знакомым без этих расписок а иногда совершенно незнакомы сейчас они по продавали своей квартире а сейчас им просто негде жить они живут в хостелах то есть у них ничего не осталось то что у них было они отдали мошенникам различным все эти деньги куда-то подевали из них уже и получить их невозможно потому что этих мошенников этих денег нет они такие же ну как бы тоже безденежные люди и и вот это это целая армия получается уже армия людей которые пострадали и я хочу предостеречь первую очередь я сам многим давал деньги в долг но я давал небольшие суммы и когда я давал я прекрасно понимал что никто их не вернет я и не пытался даже если раз в год один из десяти найдется такой человек который там принес мне там взял пятерку в долг ну удивительно я даже уже и забыл собственно говоря то есть когда я отдаю я понимаю что я отдаю жертву и дай бог чтобы это пошло им в пользу и все а как часто вы занимаетесь благотворительностью знаете у меня специфический подход я хочу видеть глаза людей которым я помогал я хочу видеть куда ушли мои там силы или средства или деньги даже не бог есть какие деньги но я всегда даю их в руки мне есть своя личная позиция в отношении благотворительности вот недавно пример я часто гуляю здесь офис центре москвы находится метро чеховская страстной бульвар дом 11 я живу в доме 11 я живу на одиннадцатом этаже вот и однажды 11 числа в 11 часов 11 минут 2011 года в этот миг мой взгляд упал на экран айфона и я увидел цифры 11 11 и еще одиннадцатого числа одиннадцатого года и меня возникла пронзила такая мысль что это не случайно я написал целую интересную статью по этому поводу так вот находимся мы в центре москвы старинном особняке и естественно как что который любит москву и любит центр москвы пешеходный центр мы всегда гуляем в центре я выхожу евро не камергерского переулка так появилось довольно много таких людей как бы сказать попрошаек и вот мы недавно идем со своим помощником и подходит такой молодой парень и на что-то просит деньги и я ему даю 100 рублей и мне мой помощник сказал как надо же мы у тебя на зарплате сидим лучше нам эти 100 рублей вы отдал бы мы не так много зарабатываем я говорю ну 60 тысяч в месяц не такие маленькие деньги вам жаловаться грех а этому человеку может быть не хватает эти 100 рублей мои помощники сделали мне замечание но я говорю и мне не страшно почему ты все-таки даешь так легко да еще гору смотри мы шли мимо этот человек нуждался деньгах но мы пришли мимо даже нами не взглянули но он коснулся моей души он взглянул мне в глаза и попросил об этом звуки его голоса достигли моего сознания я уже волей-неволей каким-то образом с ним связан по судьбе или не по судьбе все равно он коснулся и я не имею права ему отказать такова моя жизненная позиция если хоть кто-нибудь взглядом жестом словом письменно или как-то обратиться ко мне за помощью и я ее дам в том размере и в том объеме как который который мне доступен без ослабление моей личности а если это будет очень значимой и важной касаться в жизни то возможно я пойду на то чтобы ослабить себя чтобы помочь этому человеку но в данном случае речь идет о людях которые на улице тебя просят о чем-то это малозначимый эпизод то я действую из того что у меня есть данный момент времени вчера же как они чувствуют бабушка подошла у казинецкого моста тоже попросила денег и я стала лица по карманам ну да сейчас у всех карточку если найду мелкие деньги я вам дам результате нашего те же 100 рублей потому что летом были тысячные пятитысячные купюры карточки разные перебираем между карточками казались вот эти деньги на кого какой счастливый человек что вы ищите мелкие деньги типа крупные возлеся мелкие вы еще должны поискать и что-то сказала хорошая но тем не менее она рассчитывала на маленькую сумму 10 рублей как обычно дает мелочь 100 рублей тоже не носит извините эти публичный человек и руководитель школы и руководитель центра в конце концов конечно как бы у меня довольно хорошая работа много клиентов я не нуждаюсь как бы вас каких-то таких такой вот экономии на на этом правда и если говорить о материальной стороне я не пошел по пути слишком большого обогащения всего каких-то тоже обстоятельств как гипнозер ко мне обращались люди по поводу чтобы я избавил их детей от наркотиков и наркотической зависимости это же качестве примеров гараже где я ставлю машину стоит очень дорогая роскошная машина и человек подходит и говорит слушай сколько раз тебе хотел подойти забери эту машину хочешь забери квартиру на проспекте мира вылечи двоих моих сыновей от наркотиков и я говорю я к сожалению не смогу взяться дело в том что я должен отдать вот отсюда и свое сердце около пяти лет жизни и мне не нужны не эти средства я веду обучение и обучаю людей в этом моя миссия в таком случае я должен бросить людей которые ко мне записывались в течение шести месяцев взяли билеты и так далее и только этим двоим парням его сыновьям уделить всю свою энергию все свое внимание здесь надо быть реалистом хотя мне горько что я умею и могу избавить от наркотической зависимости людей и мне готовы вроде как бы деньги заплатить но надо отдать столько сил и здоровья что я не знаю как поступить даже возможно надо лечить возможно я мог бы научить бы психологов или психотерапевтов для которых это является основной работой и тогда наверное было бы более правильно но в таком случае я буду их обучать вы посещаете вот места силы по всей планете или только в россии я бывал в мексике стоял на вершине пирамиды солнца и луны был там где пирамиды майя видел астрологические или астрономические лаборатории тальтеков и альмеков которым более пяти тысяч лет я был в индии был в родопах болгарии на байкале 6 раз несколько раз был на курском полуострове где гиперборея 2000 находится в составе экспедиции гиперборея 2000 во многих местах силы крыма в индии в храме солнца джаганатхи в храме хубанешвар это то что внесено в книгу рекордов хампи место под защитой юнеско находится это удивительные места силы по всему миру и их не меньше кстати в россии такие места силы как в крыму допустим как долина привидений там находятся гигантские 20-метровые фалосы я знаю как индейцы поклоняются символу плодородия для них это вообще священный символ и если бы они видели что есть у нас необходимо сказать несколько слов о том как действует места силы не все понимают места силы действует особым образом на сознание человека когда ты оказываешься местах силы таких слов таком как долине привидений или храм солнца или допустим ванна молодости так называть на самом деле тоже величественное место это в лесу горах там тропы так вот человек испытываю особое состояние отходит он от этого места он как будто слепнет и глохнет снова возвращается снова в храм солнца у него раскрывается он видит немножко будущее у него поднимается планка самооценки уверенность своих сил их растет снова отходит и снова теряет это все снова возвращается снова получает эти ощущения и я много раз наблюдал очень интересный феномен примеру один из помощников главы северсталя не буду называть фамилию его знают один из его помощников поехал без санкции руководителя подзарядиться как он вырезался на природе побыть там и тут же звонок шефа и мы поднимаемся по тропе которой 2000 лет в храм солнца поют птицы растили пионы волшебное вообще место свежайший воздух горми настолько прям пряно масленичными пахнет растениями всеми цветущими птицы так поют так громко оглушительно и 11 звонков кстати число один вот я не поднимай трубку он тебя сейчас отрывает он перед этим на мне потоптался но это вообще просто его обратно будем возвращаться ответишь выключил он телефон мы там провели целый день где-то около шести вечера возвращаемся как только он включил телефон тут же звонок от шефа и вместо того что спросить как обычный шеф всегда любой шеф начинает с такого вопроса ты где он ему говорит слушай губернатор утвердил твой проект я хочу тебя поздравить значит молодец и очень начинает ему давать энергию он и так там насытился в местах силы мы там пуэр в молоке делали он там вообще такое был волшебным так отдохнул порозовел этот чак ну мужчина умный в общем-то принимает довольно большой пост и конечно ему только силы нужны блин восстановился очень быстрее и вместо того чтобы его ругать и спросить где он сказал слушай ты можешь отдохнуть там пару-тройку дней я понял что ты смотался там видимо телефон даже выключил то у тебя уже не до этого ты на пределе находишься и он еще ему добавил положительных эмоций так сказать сам шеф который там для него был действительно важной фигурой вот как действует примерно места силы причем на разные действуют по-разному а вы после того как посещаете места силы ну некоторые например вот я слышал такой камешки какие-то собирают с разных городов там привозят камни я хотел бы вам показать вообще лучше делать амулеты и я заряжал как-то амулеты золотые серебряные золочины серебряные медные разные я экспериментировал с металлами и камнями самое интересное я вот так держал в руках вот эти амулеты и абсолютно безоблачное небо в крыму 300 дней в году и облачко чистейшее голубое небо с неба от солнца спускается луч вот такой вот но размером вот как в ширину как две руки и именно в руки на эти камни такое ощущение что эти камни и амулеты и талисманы там разные были камни и берилла молодые это молодой изумруд и различные другие кварц как будто пьют этот свет получается и золото тоже и серебро впитывает солнечный свет то есть вот так этих лучей не видно то есть все освещено но когда я взял в руки вот этим лет это на на мои руки на ладони спустился луч света благодатный как раз фотографировали это было для всех удивительным действием вот поэтому да и конечно различные вещи особенно камушки которые похожи на сердце то есть таком случае не обладает более интересными возможностями то что природе очень много знаков похожих на сердце я вам даже покажу видеть вот это вот линия вот брови линия губ костяшки пальцев любой лис любой листочек природе свекла морковка яблочко тоже даже сама земля имеет форму сердца потому что у нас экватора сплющена и она летит пространстве и такой вот хвостик есть потому что наша атмосфера немножко так вытягивается получается такое сердечко не яблоко а сердечко земля наша и очень много вот таких вот символов и знаков и поэтому считается что мы лет виде сердца очень обладает особыми свойствами и резонансными возможностями вас много приглашают как экспертов игорю прокопенко на канал конечно я часто выступаю на первом канале вот артиста под гипнозом тоже был экспертом и правда за кулисами на тем не от этого моя ценность не уменьшилась на ренции и на тв3 на первом канале на нтв и даже извиняюсь в доме 2 я раза два или три участвовал качестве эксперта и как гипнолога хотя естественно на мою голову обрушилась большое количество критики как вы могли да как вы могли пойти в эту программу том 2 на тнт но получается нет ее смотрят кто меня ругает значит это мы вас видели в программе и начали как вы могли знаете у меня есть свое предложение я вот знаю что могли бы спросить у меня телезрители все-таки как бы я веду занятия по саморегуляции по самогипнозу очень многие люди спрашивают как научиться можно ли вообще научиться и что ли это надо делать друзья хочу сказать что есть азы из которых этот путь невозможен начинать всегда нужно с позы необходимо реализовать позу максимально правильно и точно и одну из этих после прямо сейчас вот формате нашей даже программы могу показать это называется поза сидя положить руки вот так на бедра ноги под прямым углом но мы дорисовываем то что не видим голову мы можем держать прямо с таким расчетом чтобы когда мы хорошо расслабимся то голова немножечко наклонилась вниз и мы закрыли сделали горловой замок закрыли щитовидка то есть вот это щитовидная железа она здесь находится в ней около 1000 кровеносных сосудов когда мы расслабляемся естественным путем то возникает вот этот замок горловой мы показываем легкое такое надавливание на щитовидку она свою очередь связана с гипофизом гипоталамусом так называемым третьим глазом и в результате действия определенной химии там возникает ощущение что вспыхивает свет то есть внутри в нашем подсознании вспыхивает свет и если человек вызовет вот это ощущение светимости внутри себя то он может этим светом передать любую программу я раскрываю небольшие тайны то есть короче говоря необходимо максимально хорошо реализовать позу нужно сесть положить руки на бедра сначала голову держать так потом расслабиться с помощью от отдельной тренировки формулы есть даже есть запись вот на диске можно включить диска можно его скачать там на iphone примеру ли на android на какой-то другой на мобильный телефон и через наушники стать и тогда через 10 минут начинаю мягко плавно это вот эти атланты расслабляются мышцы которые назад свобода атланта и голова так наклоняется вниз но образ такой как атланты на своих на своих плечах держат земной шар то есть это такой красивый образ мы наклоняем голову вниз и погружаем состояние похожий на сон можно даже сыграть роль сделать вид что как будто мы отключились погрузились нервану может быть мы еще и не с ним но когда мы начинаем играть роль кто еще лучше начинает появляться медленная дельта волны сна это проверено и изучено хорошо таком случае мы поход попадаем состояние промежуточное между сном и бодрствованием здесь возникает свет из этого света мы можем создать любой образ мы хотим машину или хотим домик на берегу реки и хотим дом горах и мы хотим что-то еще важное ценно материальное или духовное мы можем увидеть это и таком случае это будет сбываться то есть это прямой путь к визуализации потому что образы это универсальный язык вселенной нам надо запрос послать в космос как в пространство на сферу и в таком случае мы получим создадим материализуем то что мы бы хотели в жизни вот такой путь но обязательные условия реализация позы объясню еще если мы сидим неподвижно около 20 минут то сигналы из рук не идут то есть они затукают от ног тоже сигналы не идут никаких движений мы не делаем лицевыми мышцами наши глаза закрыты соответственно кванты света не попадают и в результате возникает торможение в коре головного мозга то есть мозг не получает от тела никаких сигналов и он как бы погружается в особое состояние сознания начинает слышать себя мы начинаем слышать тепло мы начинаем слышать какие-то места где плохо циркулирует кровь нарушен кровоток мы начинаем ощущать где-то спазмы сосуды еще мы начинаем слышать свой внутренний мир мы с внешнего мира переключаемся на внутренний мир и из-за того что с внешнего мира не поступают сигналы у мозга получается огромный ресурс потому что на обработку зрительного сигнала тратится большие большая энергия в результате у нас есть энергия для самоисцеления более того можем даже собой и не заниматься достаточно впасть в это состояние и в нем исчезают причины болезней ранее пережитые стрессы обиды страхи какие-то программы негативные организм выработает положительные эмоции и они вытесняют ранее полученные негативные вещи то есть основная задача научиться входить в особое состояние сознания самому это состояние представляет колоссальную ценность а второй этап это навыки программирования формате этой встречи конечно я не могу это объяснить потому что там каждую программу нужно прописываться то здесь уже надо обучаться вот вкратце я хотел сказать что-то дать какую-то полезную ценную рекомендацию а во что вы верите я верю высший разум я верю что бог нас присутствует в виде нашего я когда человек о себе думает или осознает я есть я существую это есть осознание бога и так каждый о себе и каждое живое существо осознают все я существую я есть и это единое все на всех нас осознание я не лично мое и лично вашими лично его оператора а это она одно на всех нас это есть бог и в это я верю и это работает ну это личная позиция соответственно вы спросили я ответил вы верите в разум у вас друг юрий розум замечательный человек у вас все вот одно цепляет другое я дружу с народным артистом россии великолепно музыкантом пианистом юрием розумом более того хочу даже пригласить наших зрителей 7 августа уже скоро на свой день рождения программа называется мистерия музыки где будет играть юрий розум задача сделать так чтобы зрители люди которые придут на день рождения опять же значит и еще увидят концерт мы задумали так я погружаю людей в состоянии аутогенного медитативного погружения состояние гипноидное мягкого транса сладкой нирваны и в это время уже стоит рояль на сцене выходит юрий и начинает играть лунную сонату бетховена люди видят музыку они и ощущают так как никогда не ощущали мне когда-то еще народный артист покровский сказал молодой человек вы же не понимаете на что вы замахиваетесь я беру как-то не понимаю с детства мечтал музыку видеть видеть эти образы и я эти мечты свои всегда выполняю вот сейчас помощью юрий розума мы вместе этот проект будем давать до совершенства мы уже это делали и сделаем еще лучше так что приглашаю всех телезрителей везде в социальных сетях будут возможности там получить приглашение кому кому купить билет если кто не владеет искать с такими возможностями получить из рук супругой семьей детьми можно конечно никаких препятствий нет детишки очень хорошо даже воспринимают такие вещи как музыку в состоянии в самом состоянии сознания ближайшее время я планирую проводить онлайн занятия возможно это будет с вашей помощью возможно как-то мы своими силами справимся в основном технически я только за сотрудничество красивая показать что-то еще там заставочки ну и плюс еще там у меня есть очень интересные секретные разработки сверх секретные мистические такие очень 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 которые обеспечивают чуть ли не бессмертие нашим произведением сожалению только могу затравку сказать формате этой встречи чувствую что нельзя раскрываться но тем не менее людей ждет очень много интересных сюрпризов во первых смотрите сами человек находится у себя дома привычной атмосфере может заранее заготовить кресло которым он будет погружаться реализовать позу можно лежа я покажу вторую позу которая называется шавасана лежа на коврике на спине руки вдоль тела если люди думают что я так легко освоить поверьте нет 6 месяцев уходит на решение позы 6 месяцев это во первых надо и чтоб сигналы не шли в мозг и дыхание и так далее это довольно сложно но это приятно каждый день работает на тебя каждый день гармонизируется что-то внутри выравнивается гомеостаз оптимизируется деятельность всех органов и систем можно такую огромную пользу себе сделать казалось бы находясь такой сладкой нирвани есть на чем работать и это действительно полезные вещи так вот я буду скоро проводить такие онлайн занятия один раз в неделю и давать домашние задания людям которые будут эту неделю новую их выполнять а потом к примеру в субботу я буду выходить прямой эфир с любого источника любого носителя можно находиться в москве можно находиться в крыму можно у нас кабинете здесь находится может можно возле это в студии это не принципиально когда раз мы для менять интерьеры и проводить уже такие практики практические занятия онлайн наступила новая эпоха наступили новые времена мы можем прийти в каждый дом и сделать доступным знание и практику главное чтобы люди были здоровы да я думаю людям преимущество многим это важно и нужно преимущество здесь очевидны магическая даже покажем как готовится магище магическая пища магические напитки примеру а чай в молоке со специями это для людей у которых допустим есть какие-то проблемы с суставами или какие-то практики называется тростин как примеру то есть это из йоги правду упражнения но пусть наши телезрители или ваши зрители не пугаются слова йога есть психическая йога есть йога физическая так вот я несколько приемов все-таки покажу допустим тростинка это культ подтягивания если человек потянулся он точно не умрет есть древнее правило это для даже тяжелобольных людей подойдет но это вы имеете ввиду я вот тоже знаю мне очень интересно было ниндзюцу как бы японская много разных техник это его иметь иду так вот да как бы чтобы но это действительно эффективно это тростинка это подтягивается каждое мышцы ручки ножки мышцы спины и шеи лица все начинает тянуться и человек такой есть из 5 очень приятные ощущения причем это можно делать только сразу же после сна или после практики медитации я это все буду показывать в формате онлайн занятий это вообще очень очень и очень интересным я за любое развитие за любое сотрудничество тем более чем больше мы узнаем удивительного человека тем мы сами становимся и добрее и здоровее и начинаем разбираться во всем а вы нас обучите научите подскажете направите на верный путь спасибо вам в это моя миссия в этом я вижу свой путь а как вы относитесь к животным знаете я стараюсь делать так чтобы не наносить вред живым существам я во-первых вегетарианец я не мясо я не им рыбу ним птицу не пью кофе не ем лук и чеснок грибы это мое личное я никому не хочу это навязывать просто рассказываю что естественно я очень люблю растения я высадил на своей территории которыми подконтрольно вот 1300 растений различных включая гранаты там абрикосы я с ними разговаривал они приносят плоды и вот так собственно говоря и живу мне кажется у нас есть что-то с вами общее раньше мы понимали даже язык животных это вот мое мнение вот иногда с кем-нибудь общаешься какую-то бред несешь я бы ну как но мне кажется мы сами все усложняем пораньше людей развивались и как-то из природы потому что мы же природа это же одно единое целом и не скромным но поверьте мне есть ощущение что я знаю про язык я понимаю язык и животных волосец и понимая язык даже растений вот это вообще это по-настоящему потому что есть обратная связь и я получаю от растений то что хочу и они меня слышат и они мне дают то что мне нужно и я им дают то что они просят подскажу даже подсказку там язык растений это химический язык это язык запахов и человек я помните мы начали наш нашу встречу наш разговор с того что у меня обострились чувства зрения слух и том числе и воняния я действительно улавливаю как пахнут растения в разное время суток я улавливаю как они пахнут когда мне хватает воды когда они засыхают и как когда им хорошо и так далее и постараюсь им это дать ну вот так вот такой мы немного раскрыли наш внутренний мир знаете я хочу пожелать всем людям чтобы мы стали на путь духовного развития чтобы мы стали делать пространство добрее лучше чище не в мировом масштабе как говорят а рядом с собой рядом со своими родными рядом с близкими оказали какое-то содействие помощь язык нам дан для того чтобы говорить слова любви глаза нам даны чтобы мы смотрели на красивые руки нам даны для того чтобы мы делали добро и прикасались и гладили родных и близких людей и исцеляли этими руками и тело нам дано если даже у нас никаких материальных ценностей нет то у нас есть высшая ценность наше тело и с помощью этого тела мы можем творить добро и делать добрые дела и у нас все в жизни будет хорошо дружба для вас это хотелось сразу сказать это все значит но это нечто сакральное это нечто особенное да у меня есть друзья с которыми я связан и это как-то влияет на меня это и взаимоуважение и взаимопонимание и ответственность и обязательства определенные да пожалуй дружба для меня это все спасибо вам большое будем рады сотрудничеству с вами приехали сняли организовали так жму руку очень благодарен спасибо до свидания пока пока друзья я хочу пригласить вас на свой день рождения 7 августа центральный дом архитектора где мы будем давать концерт шоу с народным артистом россии юрием розовым билеты можно найти в социальных сетях или на сайте gancherov.ru проект певец из народа предлагает услуги по саунд-продюсированию которое включает в себя а написание оригинальной музыки и аранжировки б написание оригинальных текстов песен в сведения мастеринг композиций также оказываем поддержку в ротации на радио предлагаем услуги по фото и видеомонтажу съемка ваших концертов и мероприятий участникам и подписчикам нашего проекта полагается скидка 20 процентов возможно удаленная работа с исполнителем мастеринг композиций